Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас в великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащие нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучало Ивангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам? Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас, присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке, молитвенной, финансовой. В том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь. Иисус Навин, который умирает, Он знает, что пришло Его время. Придите домой, откройте последнюю главу Иисуса Навина. Он собрал людей и говорит, послушайте, изберите для себя, что будете делать. Приходит мое время, я ухожу. Вот представьте, если бы у нас оставался сегодня последний день нашей жизни. Вот мы знаем, завтра мы уйдем в вечность. Вот родители, мы бы собрали наших детей. Вот о чем бы мы с ними поговорили? Иисус Навин, который великий полководец, который государственник, который утверждает царство Израиля, который много что делает. Он собирает народ, и Он говорит им о государственном устройстве. Он говорит им об экономике. О чем Он с ними разговаривает? Он говорит им, изберите для себя, кому вы будете служить. Я ухожу, приходит время моего ухода, но вы решите для себя, с кем вы будете. Будете ли вы служить в Аалу? Будете ли вы поклоняться каким-то вещам? Будете ли вы просто посвящены всю свою жизнь только работе? Вы для себя просто решите, что важно в вашей жизни. И там Он говорит, а я и дом мой, мы будем служить Господу. И эти все люди, которые стояли там, они все говорили, и мы будем служить Господу. О чем мы будем говорить с нашими детьми? Проведем анитофоны? Про специальность? Я уверен, если мы любим Бога, и мы планируем проводить вечность на небесах, мы будем говорить с ними о вечности и о Боге. Знаете почему? Это центр нашей жизни. Это секрет нашего успеха. Написано, Иисус Навин, когда собрал народ, И они сказали, мы будем служить Богу. Когда он у них распустил, он умер. Это была его последняя встреча. Это было его завещание. Это было его напутствие. Это было обращение. Иисак прошел через большие вызовы. Представляете, когда к нему пришли люди, говорят, слушай, уходи от нас. Сам Авимилех царь пришел и сказал, ты должен выехать. Ты должен уйти. И вы знаете, когда Иисака выгнали, он пришел в новое место. И он сделал три простые вещи. Как я уже сказал, первый путь, как мы можем оказать влияние и укрепиться в Боге, это наше откровение от Господа о жертвеннике. Он должен быть в жизни каждого из нас. Второе, посмотреть на патриархов. Почему я взял Исаака? Потому что на Исаака Бог возложил ответственность продолжить делать то, что он пообещал Аврааму. Бог возложил ответственность на него. У него родились достаточно своеобразные дети. Но ему нужно было оказать влияние на тех детей. Ему нужно как-то помочь было этим детям. И вот он, человек постоянства, он закладывает сильное основание в жизнях своих достаточно беспокойных детей. Давайте мы откроем 26 главу Бытия. И тут описывается именно, что произошло. Он устроил там жертвенник, призвал имя Господа, раскинул шатер свой, выкопали рабы Исааковый колодец. Пришел к нему из Герара Амелех, Ахоза, вдруг его, Филовья, начальник его. Исаак сказал, для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня отсюда? Они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобой. Ну кажется, колодцы завалили. Работать не дают. Успеха не должно быть. Люди завидуют. Людям не нравится, что у тебя хорошая семья. Они говорят какие-то гадости про твою семью. Они говорят гадости про твоих детей. Они просто завидуют. Они пытаются как-то сделать так, чтобы даже твои доходы упали. Ты даже не замечаешь, что это люди, которые работают с тобой. Они распускают куда-то худую молву о тебе. Они делают, чтобы то, что ты делаешь, оно было плохим. И потом они и начальника настраивают, и людей, которые покупатели у тебя настраивают, и еще что-то. Люди просто завидуют. Они натура такая греховная. Потом мы часто слышим про себя какие-то гадости, про детей какие-то гадости, еще что-то. Не потому, что ты такой плохой, а потому, что просто кому-то показалось, что ты лучше, чем он. Ему не понравилось это. Потому жители Евимелиха, царя, которые там были, они просто начали принуждать Исаака. Ну давай выгоним его, давай его прогоним, давай ему сделаем что-то. И они делали ему все зло. Но мне нравится, Исаак, человек Божьего влияния. Тебе колодцы закапывают, тебе их заваливают. А Бог... А ты продолжаешь трудиться, ты продолжаешь благословлять, а ты продолжаешь молиться, ты продолжаешь верить. Ты продолжаешь ходить в церковь. И Бог открывает новые источники. И ты берешь эту воду, а вода в них живая. Вода живая. А Евимелих сидит с своим начальником, слушай, что будем делать? Мы же думали, что мы его прогоним, он там обеднеет, он обнищает. Мы же думали, что мы аренду ему закроем, и он больше всего не поднимется в бизнесе, уже все. Его выкинуть на улицу, и он не состоится. Слушай, а что делать? Он, который поглотить нас теперь может. Что делать? А Евимелих говорит, что делать? Пошли, пошли к Исааку. И говорят, Исаак, давай заключим мирное соглашение. Давай как-то будем дружить, а? Давай как-то вот будем гости в друг друга ходить. Давай как-то вот подпишем акт о ненападении. Причина? Он стал больше, чем они, и они побоялись. И они ему говорят секрет его успеха. Мы увидели, что Господь с тобой. А люди думали, завалим колодцы. Люди думали, выгоним из места обитания. Обнищает. А Исаак сооружает жертвенник. Сооружает жертвенник. Поклоняется Богу. Поклоняется Богу. Потом начинает заботиться о доме. Потом начинает копать колодцы. Хотим успеха. Хотим благословения. Хотим дойти до вечности. Хотим разделить с Господом. Пусть дом Господний станет откровением для нас. Центром нашей жизни. Потому что здесь есть достаточно места для тебя. Не верь в эту ложь. Ты знаешь, когда ты где-то там в большой церкви, там нету места для перспектив, никаких нету. Там все места заняты. Это ложь от дьявола. У Бога есть достаточно места для тебя. У Бога есть достаточно места на сцене для тебя. У Бога есть достаточно места в каждом служении для тебя. Пусть место служения твоего станет жертвенником, где ты будешь поклоняться Богу всей своей жизнью. Потому что жертвенник будет дисциплинировать тебя. Жертвенник будет тебя приводить в присутствие Божье. Жертвенник будет тебе напоминать о твоем бытие, о твоей миссии на этой земле. Жертвенник будет напоминать и держать тебя в том, что центром твоей жизни не колодцы являются, которые могут быть завалены. Центром твоей жизни даже не шатер, который может ветер снести. Центром твоей жизни является Бог, который может благословить тебя даже в пустыне. Потому что я Бог твой, я вижу все это. Я знаю замыслы людей. они завалят колодцы отца твоего но я открою колодцы воды живой в твоей жизни почему потому что ты следуешь за мной а я Бог верный я Бог верный Бог, но мне больно, мне тяжело меня оклеветали, я хочу пойти разобраться я хочу пойти доказать свою правоту а Бог говорит, послушай, не надо тебе они сами придут они сами придут они сами придут скажут, мы познали что Господь с тобой вот что делает Бог когда центром твоей жизни является жертвенник я хочу задать вопрос вам где ваш жертвенник где ваше служение сегодня в церкви где то место где ты будешь приходить и поклоняться Богу своими дарами своими талантами если ты в служении благослови тебя Господь помни, что каждый раз, когда ты приходишь к жертвеннику люди ожидают не от тебя люди ожидают от Бога поэтому тебе придется смиряться тебе придется работать над собой в том, чтобы Бог очищал тебя чтобы Бог освящал тебя если ты хочешь оказывать влияние тебе нужно, чтобы больше присутствия приходило если ты хочешь быть человеком ободрения, вдохновения благословения тебе нужно нуждаться в том, чтобы Господь приходил и помогал тебе а если ты еще ничего не делаешь в служении в церкви есть 47 разных служений 47 для всех интересов от самых маленьких деток до самых одиноких до самых людей, которые уходят вечность некоторые люди говорят Бог побудил нас идти в хоспис я говорю а что вам там как-то разрешают проповедовать свидетельствовать там нельзя так некоторые жалуются если приходят такие ярые христиане начинают им а как вы это делаете а мы своей жизнью мы помогаем мы служим и потом мы делимся нашей верой а я слушаю этих людей и думаю мы не увидим этих людей с хосписов в церкви но мы увидим их на небесах потому что кто-то послужил им кто-то пришел туда, где была тьма где было горе где было отчаяние принес свет любви Евангелие и явил Бога этим людям сколько сегодня мест есть нужда куда нужно поехать пастором сколько сегодня есть недостигнутых людей сколько есть мест где нету жертвенника чтобы люди пришли и поклонились Богу около ста тысяч поселков деревень некоторых больших городов нету жертвенников нету церкви только потому что кто-то сказал что для него важна работа кто-то взял три работы потому что это очень важно твоя жизнь как веточка в стакане даже будет свисти но плода не принесет а пребывая на лозе ты принесешь плод церковь братья и сестры пусть центром нашей жизни нашего следования за Христом будет церковь будет дом господин пусть центром нашего поклонения будет собрание когда Давид говорит прославлю Господа в собрании великом когда мы вместе приходим и поклоняемся ему потому что он достоин потому что именно здесь открываются источники воды живой здесь открываются благословения для наших детей внуков и правнуков здесь открывается успех нашей жизни от него все зависит от него все приходит мы не зря сегодня с вами постимся не зря мы сегодня согласились три дня поститься знаете почему потому что 58 глава Исаия написано чтобы исцеление твое пришло представляете Бог говорит вот пост который я избрал и оказывается когда ты пустишься то там приходит исцеление там приходит радость там приходит благословение Исаия 58 глава 8 стих тогда откроется как заря свет твой и исцеление твое скоро возрастет и правда твоя пойдет перед тобой и слава Господня будет сопровождать тебя тогда ты возовешь Господу возовешь и Господь услышит возопьет и он скажет вот я когда ты удалишь из среды твои ярмо перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное и там дальше написано отдашь голодному душу и насытишь душу страдальца ну смысл поста радость придет помощь придет исцеление придет написано когда ты будешь приходить в мое присутствие источники будешь открывать живой воды когда ты будешь приходить в мое присутствие дети твои будут обращать сердце к тебе когда ты будешь приходить в мое присутствие я врагов твоих примерю с тобой когда ты будешь приходить в мое присутствие. Я дам тебе идеи. И, может быть, ты уже давно банкрот или на грани банкротства, но я дам тебе новые источники, где будет течь река воды живой. Я дам тебе новые перспективы жизни. Не важно, что там были хорошие источники, но их завалили по причине зависти, по причине злости, жестокости этого мира. И, может быть, у тебя боль, обида. А Бог говорит, не живи этой болью, не пытайся выяснять, почему они это сделали. «Доверяй мне, я открою источники». Не написано, что Исаак пошел и начал разбираться. Написано, что и рабы его некоторые очистили колодцы. Да, были некоторые вещи, которые они поправили, но они открыли, они выкопали новые источники. Источники живой воды. Живой воды. Почему? Потому что жертвенник. Бог на первом месте. Вера на первом месте. Упывание на Господа на первом месте. Надежда на Него на первом месте. Представьте, какие у него трудные дети были. Друг друга. Сыновья пообещали убить. Ну что делать, когда дети готовы убить друг друга? Ну что делать? Давай их к психологу поведем. Поможет. Их нельзя двоих, потому что они психолога убить Бога, когда ссорятся. Жертвенник. И папа у жертвенника. И папа у жертвенника. И папа у жертвенника. А Бог начинает соединять несоединимое. А Бог начинает прокладывать путь там, где его нету. А Бог начинает являть свою славу. И два брата становятся родными, близкими, дароценными. Бог начинает соединять братьев, которые не общались долгое время. Бог начинает соединять братьев, которые ненавидели друг друга. Бог соединяет братьев, которые поступили нечестно друг к другу. Бог это делает. Почему? Папа у жертвенника. Папа у жертвенника. Бог приходит. Не знаешь, как делать? Строй жертвенник. Заботься о семье. И потом работай. Не переживай. Работа никуда не убежит от тебя. Хватит на твой век. Давайте мы встанем. Деяния апостолов описывают нам очень интересную историю. Что делала церковь в первое время. Вторая глава 42 стиха. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба в молитвах. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершало через апостолов в Иерусалиме. Все верующие были вместе. Имели всеобщее. Продавали имение и всякая собственность. И разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день они ненадушно пребывали в храме. И преломляя по домам хлеб, принимали пищу. В веселье и простоте сердца. Когда мы читаем это место, мы думаем, ну надо же, какой был уровень веры у людей. Продавали имение и приносили к ногам апостолов. И у них все было общее. На самом деле, там действительно была глубокая, глубокая глубина этих людей по отношению к служению Богу. В Римской империи. Если ты пришел ко Христу, ты терял всякий социальный статус. Апостол Павел, он был член Синедриона. Он не мог не быть неженатым. Нельзя было. Должен был иметь семью. Но мы ничего не знаем о его семье. И богословы склоняются к тому, что семья отказалась от него. Мы думаем, ну надо же, так любили Бога, что продавали все у них, что было. И мы сидим с вами и думаем, ну а я не готова так это сделать. Хотя про нас по телевизору там всякие сказки ходят, но мы-то сидим, здравы люди, мы-то не готовы это сделать. А у них было по-другому. У них, если ты становился христианином в Римской империи, ты терял всякий статус, и у тебя автоматически забирали жилье. Автоматически терял работу. Автоматически терял всякое положение, статус в обществе. Ты становился изгоем. Ты становился никем. Представьте, в то время состоятельные, успешные люди. Они предпочли, я лучше продам свое имение, я лучше отнесу его к ногам апостолов, но я не отрекусь от Господа Иисуса Христа, который великие чудеса совершает в моей жизни, который дает мне жизнь вечную. Потому что для чего мне это имение, если я не буду иметь Господа, я не буду проводить вечность с Ним на небесах. И они с радостью, представляете, с радостью и простотой сердца прославляли Бога. Ну как можно было прославлять Бога, когда тебя лишили работы? Ну как можно прославлять Бога, когда у тебя забрали жилье? Ну как можно прославлять Бога, когда у тебя потерялся статус, ты был каким-то уважаемым человеком в обществе? Они с радостью и весельем сердца, или простоте сердца, где они собирались? Они ходили на домашние группы, они ходили еще к тем, у кого было какое-то жилье, у кого может быть там, может быть, были какие-то хибарки, или может быть еще у кого-то где-то что-то, но имение, некоторые уже, они избавлялись, потому что им говорили, слушай, выбирай. И они избирали служить Господу. И они с радостью служили. Вот где глубина ценности отношений с Богом. Поэтому, когда львы их терзали, они не отреклись от Господа. Знаете почему? Откровение о вечности, откровение о Боге пришло. И они поняли, что самое важное, что есть в жизни, это Господь. О, как нам не хватает этого посвящения. О, как нам не хватает этой глубины отношений с Богом. О, как нам нужно это откровение. Моя мечта, мое желание, чтобы центром всей нашей жизни был Господь. Потому что это все, ради чего стоит жить, чтобы разделить вечность им на небесах. Самая высшая степень успеха благословения жизни это дойти до конца и провести вечность с Богом на небесах. Поэтому я хочу, перед тем, как мы будем молиться за людей, еще раз обратиться к тем, кто ни в каком служении. начните сооружать свой жертвенник. Пусть в церкви будет у вас место служения. Пусть в доме у вас будет место молитвы, время, которое вы будете проводить в молитве. Пусть это будет 10 минут, если ты не можешь больше. Утром пусть это будет 10 минут вечером. Но сделай это обязательным центром своей жизни. Молись на языках. Говори с Богом. Бог будет укреплять тебя. И тогда дом Господень станет самым важным в твоей жизни. И твоя жизнь, она будет уже вокруг дома Господнего. Уже не работа будет важна. Уже не развлечения будут важны. Не компании веселые важны. А Бог центром твоей жизни. Дом Господень. Церковь станет чем-то очень близким и родным для тебя. Потому что это место твоего успеха. Это место твоей благодати Божьей. Это место величия, могущества, его славы. Это место исцеления. Это место решения проблем. Ты будешь бежать в дом Господень. Потому что ты будешь знать о центре моей жизни и успеха моего. Бог мне не открыл эту истину. И Бог хранит меня, чтобы я еще мог свидетельствовать другим о своей жизни. Мне сейчас всего 93 года. Детей 9, а внуков 38. Самое трудное было, когда еще в 30-х годах мне еще в школе не учился. Приехали власти. Было хлеба полон бар. Выгрузили весь хлеб, увезли. подошла осень, а у нас хлеба нету. И вот мы с сестрой, с Наташей, нам дали сумочки и ходили по деревням, чтобы с голоду не умереть. Чтобы с голоду не умереть, просили кусочку хлеба. Вот это помню. Это это время. Обратился я к Богу. В 56-м, перед Новым годом, подготовку делали, новогодний алкоголь готовили, там все. А потом, когда сходили, и после Нового года уже этим алкоголем не пользовались, а мы его в снег вылили. Мне было тогда 32 года. И Евангелие переписывали, от руки у кого было, переписывали. Пришел на работу, и сразу меня начальник вызвал. Готовили для меня статью какую-то. Посадить хотели. Свидетелей не нашлось подписать, потому что начальство жалели меня, чтобы я не исчез у них. И дали штрафу на 4 месяца 25%. Всегда старался, чтобы у нас было, мы его собрали. Вот поэтому нас часто пересписывали и штрафовали. Вот с 60-го года это началось, это все такое. во времена Хрущева. Никогда не было такой мысли, что повернуть обратно. Я молюсь, чтобы благословил нашего правителя, чтобы это благодельствие все продлилось, и чтобы все многие, многие услышали, увидели Господа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok